друзья всех приветствую на торговой сессии понедельника мы снова в строю после выходных на финансовых рынках и классически традиционно продолжаем говорить и разбирать ключевые статистические релизы и смотреть на финансовые рынки с позиции фундаментального анализа тех друзья кого он интересует повторюсь что каждый день для вас я готовлю контент такого рода можете использовать его в качестве дополнительного подспорья в принятии торговых решений не забывайте подписываться на наш канал если есть какие-то вопросы непосредственно ко мне оставляйте в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки друзья за которые тем кто это делает огромное спасибо ну что сегодня у нас еще одна встреча помимо брифингов в 17.00 по московскому времени где мы будем разбирать и основные тенденции на площадках если у вас интересуют долгосрочные торговые сделки приглашаю всех прямой эфир также там будет возможность провести коммуникацию со мной в прямом эфире а задать вопрос и получить точно ответ по тому активу который вас непосредственно не интересует давайте сегодня с рынка нефти 42 14 это котировки которые мы видим по бренду мне очень понравилась аналогия которая сейчас применимо к всему сектор энергетики это перетягивание каната между а продавцами и покупателями причем и продавцы и покупатели смотрят на один очень важный фундаментальный аспекта рынка энергетики с разных сторон и позиции речь идет о спросе соответственно продавцы и видеть сейчас общую фундаментальную картину немного в мрачных тонах потому что прекрасно понимают что спрос при всем уважении к нему не сможет восстановиться также быстро как проседал и причем друзья сейчас я думаю вы наверняка все заметили что отчетливой выражены красной линии все новостные сводки начинает пронизывать тема роста количества заболевших повторные вспышки кто-то считает что это продолжение все первой волны потому что ведь никаких лекарств не найдено и то что сначала коронавирус отступил он в принципе никуда не делся и сейчас мы видим основа появляющиеся очаги увеличение количество инфицированных заболевших и к сожалению соответственно есть и снова летальные исходы если вас эта тема интересует я не хочу особо сейчас негативить я уверен вы знаете что очень много ресурсов есть например сайты сельского центра джона хопкинса я вот на него периодически поглядываю там статистика по всем регионам и я думаю что без каких-то прикрасов точно так как она есть на самом деле смотрите и сами увидите то что и сша и европа основа очень много вопросов к тому как страны справляются со последствиями пандемии и как я уже отметил тема а повторной вспышки это серьезнейший риск который сейчас не нужно игнорировать ну друзья насколько бы вы не были оптимистами все-таки у нас есть уже опыт того как этот коронавирус влиял на настроение на экономику и этому опыту буквально несколько месяцев поэтому не будем говорить гоп пока реально не перепрыгнули в общем в отношении рынка нефти есть оптимисты считающие что мировая экономика встала на траекторию роста которого будет идти под таком под таким углом и соответственно вернет и сектор энергетики и потребление к тем уровнем которые мы видели еще в девятнадцатом году я не разделяю такую позицию я считаю что в лучшем случае восстановлением будет вялым и поэтому в отношении рынка черного золота в принципе уже долгое время сохраняя выжидательную позицию но поддерживают тех кто все-таки находит в себе сейчас решительности и храбрости поставить на снижение потому что понимать что текущий рост он немножко неправильный с позиции фундаментального фона спрос все-таки не такой значительный чтобы можно было бы оправдать то ралли по рынку черного золота которые мы видели котировки восстановились вдвое мы пока не достигли локального хая от 8 июня это хай 43 26 я думаю что до тех пор пока эта планка локальная держится все-таки инициатива реально в любой момент может казаться достаточной для продавцов а настолько достаточно чтобы они снова увели котировки ниже 40 долларов за баррель запасы на прошлой неделе были проигнорированы запасы выросли между прочим был зафиксирован рекордный показатель по запасам сейчас они точно больше чем на 15 процентов превосходит среднее значение за последние пять лет для данного сезона о которой мы говорим о встрече технического мониторингового комитета опек ну да продлили на июль да согласовали что необходимо соблюдать обязательства снижения 9 и 7 как и собственно раньше хотя по моему наверное к 9 и 6 ведь мексика не участвует в этом соглашении убедили страны которые раньше были нечистоплотные в исполнении своих обязательств что им нужно все-таки выполнять эти обязательства и те дали обещание что компенсирует недостаток по сокращению добычи в следующем периоде еще большим сокращением но какие-то сказки друзья они не выполнены обязательства два месяца назад и месяц назад когда цены были ниже сейчас котировки гораздо выше и я уверен то что вероятность того чтобы мы увидели например даже 85 процентов исполнения соглашения по итогам июня она ничтожны в прямом смысле поэтому в сделку опек я собственно не верю так же как и не верю в быстрое восстановление на спроса индекс доллара 9750 здесь растем понятно что сейчас снова пользуется спросом защитные инструменты если вы не согласны с этим я советую вам изменить свою точку зрения посмотреть на рынок драгоценных металлов на золото которое достигло нашего любимого долгосрочного целевого ориентира 1750 мы его не раз уже касались в этом году сейчас я снова рекомендую покинуть расположение золота и допускаю возможность еще одного отката в район 1700 1720 откуда лично я снова буду покупать спрос на защиту определяется сомнениями трейдеров в экономическом росте эти сомнения опираются на сам факт роста количества заболевших роста количества инфицированных и опасения относительно повторной вспышки коронавируса есть еще и геополитика рост геополитической напряженности в корее в китае это также тот новостной фон который традиционно поддерживает спрос на защитный инструмент поэтому по индексу доллара друзья я рекомендую оставаться в длинных позициях и ждать этот актив еще выше евро против доллара 1196 очень много жути лагард который является главой европейского центрального банка нагнала на прошлой неделе во время видеоконференции лидеров европейского союза она отметила что экономический спад будет более глубоким чем прогнозировалось раньше с он был пересмотрен с 8 и 7 процентов до минус 13 процентов друзья как и цб будет реагировать на еще более ухудшившиеся экономические перспективы я думаю что новыми мерами стимулирования но это вопросы ближайшего времени европейскую валюту я пока не рассматривают для торговли хотя хотелось бы конечно же есть более интересный актив это фунт который снижается и друзья вот я почти уверен то что мы доберемся до уровня 1 21 21 уже совсем скоро если мы возьмем вообще диапазон хода за последние недели почти 500 пунктов принципе фунт прошагал вниз уже это следствие слабых данных следствие решения банк англии увеличить программу количественного смягчения на 100 миллиардов и точно как я уже говорил в следующем месяце и еще спустя месяц банк англии будет задействовать новые меры стимулирования будет дальше расширять программу количественного смягчения доведет и фактически до 1 триллиона это негативный 1 триллиона фунтов негативный аспект для национальной валюты роничные продажи в пятницу в годовом выражении спад на 13 1 процент пока друзья условия идеальные для продаж тем более что мы говорим не только о слабости риска на фунт а в данном случае но еще и о том что доллар восстанавливаться завтра куча статистики индекса производственной активности сферы услуг думают что появится доп топлива для снижения фунта доллар канадец держу длинные позиции 1 35 84 на роничные продажи минус 26 4 процента друзья спад рекордное падение соответственно ждем сегодня выступление 18 00 новоиспеченного главы банк англии тифа маклима соответственно если он анонсирует новые меры поддержки по аналогии с теми которые мы ранее слышали от банка англии то возможно канадец может просесть еще сильнее самое главное чтобы сейчас ни с того ни сего не начали активно расти котировки нефти потому что если не все-таки останется ниже 43 долларов за баррель а впоследствии сползет к 40 и ниже то тогда пара доллар канадец еще и с учетом слабых экономических перспектив и ожиданий смягчения политики легко доберется до цели 1 38 друзья давайте держать руку на пульсе вместе следить за тем что происходит завтра соответственно следующий выпуск ну а напутствие мою традиционно хорошей недели и хорошей торговой сессии всем пока